Дела о наркотиках всегда непростые. К ним, как и к самой проблеме, в разных странах индивидуальный подход. В последнее время синтетические наркотики стали угрозой национального масштаба. Изготовленные в лабораториях, они не что иное, как чума 21 века. О том, с чего начинается зависимость, какие наркотики самые опасные и почему травка – далеко не безобидное баловство. Ответы на эти вопросы выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. За весь 2019 год в Гомельской области выявили 773 преступления по линии наркоконтроля и изъяли 63 килограмма наркотиков. Из них свыше 2 килограммов психотропы, остальное – марихуана, гашиш, метадон, опий, маковая соломка. Только за январь этого года зафиксировано 107 нарушений и изъято около килограмма наркотиков. Из них более половины – психотропные вещества, остальное – наркотические средства. По заказу Республиканского научно-практического центра медицинских технологий было проведено исследование Даркнет – рынка наркоторговли в Беларуси. Авторы работы выяснили, что в Гомеле чаще всего предлагают альфа-ПВП и мифедрон, а в Мозере – верхушки кустака на пли в народе, именуемые шишками. Основное вещество при скуранте дилеров – это альфа-ПВП, а закладчиками чаще всего становятся подростки и молодежь. Так что же влияет на это? Среди несовершеннолетних отмечается небольшой рост числа выявленных преступлений. В том, что они вообще связались с наркотиками и психотропными веществами, можно упрекнуть в том числе немножко и родителей. Потому как, к примеру, когда у задержанных ребят неожиданно появились значительные деньги, те говорят родителям, что устроились на какую-то работу. Однако проверить эту информацию родители зачастую не удосуживаются. Среди задержанных в основном распространители. Для потребителей – мало. Когда подросток ввязывается в наркоавантюру, его интересует заработок. А интернет-магазины обещают высокие гонорары. Только срок службы закладчика – не более полугода. Так, одну девочку 2004 года рождения милиционеры по числе случайности сами спасли от уголовного преследования. Ее поймали за нанесение на фасад здания рекламы интернет-магазина, который вербовал закладчиков. При осмотре телефона прочитали личную переписку и выяснили, что буквально на следующий день эта графичица сама собиралась стать курьером. Если 10 лет назад наркоман представлял из себя маргинальный элемент общества, то сегодня это молодые люди, которые учатся в вузах или среднеспециальных заведениях. Чаще всего этот человек приехал в большой город, попал в плохую компанию и начал употреблять наркотики. Либо представитель золотой молодежи, который вырвался из-под опеки родителей. Самое главное – не давить на молодого человека, потому что это может привести к семейным скандалам и к нервному срыву. Нужно обратиться за помощью в специализированные учреждения, такие как наш наркологический диспансер, либо в наше отделение медреабилитации. Также на базе нашего учреждения работает горячая линия, в которую можно обратиться в течение рабочего дня. Распространено мнение, что можно покурить травку и ничего не будет. Однако это мнение ошибочное. Многие наркопотребители, которые сегодня находятся в глубокой зависимости, начинали с легких наркотиков. Это достаточно распространенное заблуждение. Многие наркопотребители, которые сейчас находятся в глубокой зависимости, они начинали именно с легких наркотических веществ. Потому как сама по себе марихуана не дает того качественного эффекта. И всегда хочется после этого употребить что-то более тяжелое, то есть для достижения большей эйфории. Поэтому очень часто с марихуаной переходят на более тяжелые виды наркотиков. Сегодня, чтобы избавиться от зависимости, многие приходят в кабинеты заместительной терапии. Они расположены в Гомеле, Мозере, Речице, Жлобине и Светлогорске. На данный момент в Гомельской области принимают метадоновую терапию 148 человек. В нашем городе Гомеле 83 человека. На данный момент метадоновая терапия – это один из немногих способов вытянуть человека из среды наркопотребления. То есть человеку не нужно воровать, не нужно зарабатывать деньги нелегальными путями на покупку тех же самых наркотических веществ. Здесь людям предоставляется полный медицинский осмотр, также тестирование на гепатиты, на ВИЧ. И люди здесь также могут принимать антиретровирусную терапию в случае, если у них обнаруживается ВИЧ-инфекция. В кабинеты заместительной терапии приходят те, кто хочет изменить свою жизнь. Наталья – одна из таких людей. Впервые попробовала наркотики в 14 лет. История банальна. Недалеко от ее дома жил богатый парень. Девочка-подросток влюбилась в него и попробовала экстракт мака. А потом, после продолжительного употребления, и он, и она попали в тюрьму. Когда Наталья вышла на свободу, в ее мыслях было одно – где достать наркотики. Три года назад женщина попала в программу заместительной терапии. Когда я посмотрела на тех ребят, которые социализировались, они хорошо выглядели, здоровье, цвет лица. Мне не хочется возвращаться к той жизни, потому что за спиной было много слез, много горя. И очень хочу посоветовать тем подросткам, которые видят в телеграм-канале, работа с большим высоким заработком, не вестись на это, потому что дают очень большие срока за это. И эти деньги не принесут счастья, потому что за эти деньги будут плакать многие родители таких же детей, как они. Сегодня Наталья и еще два человека работают социальными работниками при наркологическом диспансере. Они помогают оформлять документы, получать пособия, находить жилье и работу. Поддерживают тех, кто находится на заместительной терапии и решил начать новую жизнь. За время их работы в программу пришло 12 человек. Это больше, чем за последние три года. Номер статьи Уголовного кодекса, связанный с незаконным оборотом – 328. Уже не первый год имя нарицательное. Помните, употребление даже легких наркотиков не проходит бесследно. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова